Дорогие подписчики и гости канала Счастье в мелочах, всех вас приветствую. Я уехала на некоторое время из ноябрьской Москвы и сейчас нахожусь в штате Колорадо. Здесь вот такой ноябрь. Поразительно солнечно. Нельзя сказать, что тепло. По температуре совпадает, наверное, с московской, чуть выше нуля. Но сейчас, в данное время. Но вы посмотрите, сколько солнца, чистое синее небо, облаков практически нет. Вот реально облаков нет. И вот такая вот тут степная зона. Все деревья, какие вы видите, все это высажено людьми. И тут деревья сами по себе не растут. А мы с вами заглянем в магазин Таргет. Вот во всю подготовку к Новому году специально здесь остановилась. Посмотрите, какие интересные Деды Морозы на все вкусы и случаи жизни. Крупулентная снегурочка. Разноцветные Деды Морозы, снегурочки. Вот это елочки керамические. В них лампочки. Нажимаешь вот. Это у нее такой режим пробы. В принципе, она постоянно может гореть. Ну, не знаю, тут так светло, что непонятно, насколько это красиво. Вот всевозможные атрибуты для украшения к Рождеству. Немножко непривычно для нас, да, по расцветке. Вот елки искусственные. У них есть одна особенность. На одной елке разная хвоя. Есть пластмассовая, есть мягкая, есть жесткая. Этим, видимо, достигается либо лучше игрушки держится, либо она более приближена к естественной. Не знаю, я этого не заметила. Ну, разная, разная. Вот прям совсем пластмассовая. Но на всех елках... Так, в принципе, тут не очень разнообразно. У нас в больших магазинах разнообразнее. Вот это с лампочками елка. Детский отдел. Очень симпатичная пижамка, но на ощупь акрил-акрилович. Я не заглядывала особенно на ценники. Не смотрела, из чего все это сделано, сколько стоит. Это чисто обзор. Поскольку в основном мои подписчики в России, какая нам разница, что здесь сколько стоит. Надо сказать, что очень разнообразные товары. Разнообразные по расцветке, по материалам. Всего много. Но вот эта вот пижамка в клеточку... У нас вот, допустим, в магазине Фондея она была из такой более хэбэшной фланельки, а здесь акрил. Вот хорошая курточка мне понравилась очень. Я даже посмотрела, вот сколько она стоит. очень много. Цены самые разные. Ну, очень дорогих вещей здесь нет. Это средний сегмент. Но магазин такой, что все можно купить. Обувь меня заинтересовала. Вот все, что заинтересовало меня, я вам покажу. На что я обратила внимание. Эти, это обувь где-то в районе 25-30 евро. Искусственные материалы. Мне понравились вот эти меховые тапочки. Мне понравились вот такие коцы. Но они, в общем-то, не домашние, они уличные. Я бы такие купила на дачу ходить. Ну, в принципе, есть что посмотреть. Вот неплохие туфельки для тех, кто не носит высокие каблуки. А вот для тех, кто носит. Когда-то это было просто предмет вожделения. Вот такие коцы. Мой любимый кофе стоит 15 долларов. Вот этот отдел меня потряс. Тут очень всего много. Все разнообразно. Очень функционально. Никаких тут излишеств нет. Функциональное очень белье. Но что меня поразило здесь реально. Цвет у всего самый ходовой. У всех вещей. Размеры все есть. Но вот есть такие размеры, которых я в жизни своей не видела никогда. И вот мы сейчас к ним приближаемся. Они меня, они мое воображение потрясли размером. На камере так это не видно. На самом деле, моя голова поместится еще чья-нибудь. Дорогие друзья, я там оговорилась. Сказала, что в евро, конечно, в долларах 25-30 долларов. Ну, вот такой легкий был обзор. Мы прошли не весь магазин, а только его часть. В следующих выпусках, если вам интересно, я еще продолжу рассказывать о супермаркетах и о тех магазинах, куда мы будем заходить. А пока продукты. Вот тут громадное количество киви. Ой, прошу прощения. Авокадо, конечно. Авокадо. Мандаинчики. Очень много разнообразной зелени. Очень вкусненькая, сладенькая едиточка. Моркови столько, причем она тут и розовая, и более яркая, и разноцветная, как вы хотите. Вот моя любовь. Яблоки. Ничто не люблю так, как яблоки. Вот тут всевозможные тыквы разных видов. И очень много цветов. Вот здесь прям целый отдел цветов, именно букетов. Ну и вот орхидеи. Цветы красивые, очень даже. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Если есть вопросы, задавайте, пишите комментарии, интересно ли вам было это все, или нет. Погода здесь замечательная, теплее, чем в Москве, и, конечно, гораздо больше солнца. Счастье в мелочах. Пока прощается с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok